Ну что, пора выкатывать следующий эпохальный ролик на века, разберем возможные варианты шестого и заключительного гира Луффи, и помимо этого будет еще кое-какая важная информация, так что усаживайтесь поудобнее и начинаем. Контентику заказывали? Просто дай взглянуть на него! Та-та-дам! Нытиком, которые пишут что-то по типу «Начало видео на второй минуте» и так далее. Начало видео на первой секунде. Я понимаю, это моя ошибка, что контент подавался порой как слишком нишевый, и из-за этого овощи часто путают интересные мысли или разговоры не по теме заголовка с водой. Это моя проблема, что на старте канала не ограждался от подобных овощей, поэтому сорян. Но всем, кто понимает, что тут мы обсуждаем и говорим о многом, а не только о One Piece, вам всем большое спасибо. В прошлом ролике я показал вам молодой канал Дикопибара, и вы организовали ему колоссальный буст. За это в этот раз вам от меня личный подгончик, так что слушайте. Некоторые из вас уже знакомы с каналом Аникин. Колясик, один из топовых донатеров на моих стримах, и здравый контент-мейкер. Даже, честно говоря, не хотел вам показывать его раздачу и загробастать все себе. Но так уж и быть, делюсь с вами. Он закупил 18 томов манги «Атака Титанов», все тома «Наруто» и много еще сотен тысяч томов. И все это золото он собирается раздавать своим подписчикам, так как этот шейх является мэром своего небольшого городка. Наливайки. Завел себе канал на ютубе и на старте уже раздает такие дорогие подарки. Я думаю, каждому из вас стоит обратить внимание. Вскоре он произведет этот розыгрыш у себя на канале. Для этого необходимо подписаться. Контент подается на уровне. Я даже эндинг и заглавную тему его канала подгонял лично. Так что переходите по ссылке, подписывайтесь и каждому удачи в розыгрыше. Будет слишком много победителей, как я думаю. Все условия можете узнать у него в последних роликах. В начале каждого из них он объясняет условия для конкурса на эту кучу томов манги. Всем удачи и передавайте приветы. С этими подгончиками закончили. Теперь переходим к ролику и там вас ждет нечто интересное. Перед основной темой о шестом гире Луфи у меня для вас не менее интересное телега. В последнее время мою личку и комменты под видосами заполнили одни и те же сообщения. Люди пишут что-то по типу. Ты в курсе, что на Тотленде в книге Мандора была пасхалка на награду Луфи в 5 миллиардов белей? Я поначалу всем отвечал, ну да, эта инфа еще из 2017 года. Сейчас видно в одном из источников какой-то слоупок запостил это. И запустил новую волну. Пошла отдача. Потому что до этого месяца таких комментариев не было совсем. Ну что ж, раз настолько много просьб посвятить это, пришло время. Покажу, конечно, чтобы если те, кто не в курсе, тоже узнали об этом моменте. Рассказываю. В 812 серии One Piece и в следующей 813 серии была показана книга Мандора, где в тексте был возможный намек на награду Луфи в 5 миллиардов белей. Причем на крупном плане, где Биг Мам говорит с Луфи, награда нами и Луфи внутри книги соответствуют действительности на тот момент. Нами 66 миллионов белей, Луфи 500 миллионов белей. Но в 812 серии в трех ракурсах, якобы мимолетных, в этой же книжной записи появляется еще один нолик. Девятый нолик превращает 500 миллионов белей в 5 миллиардов. В далеком 2017 году эти статьи публиковались повсюду, и мы с кентами обсуждали это. Типа могла ли это быть ошибкой аниматоров или что-то вроде того? Скорее всего нет. И награда Луфи реально будет ровно 5 миллиардов после Арки Вана. Раньше я считал это нерациональным, но теперь с выходом 1044 главы One Piece нет никаких адекватных ожиданий, и любое событие, хоть награда в 20 миллиардов за Луфи, уже не кажется бредовой. Поэтому теперь эту пасхалку можно воспринимать как прямой намек. Надеюсь теперь, кто писал эти комменты, рады, что я осветил эту историю на более крупную аудиторию. Проверить и посмотреть все воочию сами можете на 812 и 813 серии. 812 на 6 минуте, и там уже, думаю, сами разберетесь, промотав. С будущей наградой Луфи на этом все. А теперь к шестому гиру. Что ж, насчет шестого гира я говорил прямо со старта создания этого канала. Подобно коробке передач, пяти будет маловато. И в конце концов должен появиться шестой, который, как я думаю, будет немного особенным. Раньше я даже предполагал, что, возможно, он будет некой обратной передачей. Пока не было известно о пятом гире, который и является пробуждением фрукта Луфи, мы предполагали различные типы пробуждения Парамеции. Теперь же, когда ясно, что Луфи это редчайший мифический зон, причем даже среди мифических, у него он божественный, что делает его крайне исключительным. И, возможно, появится еще три таких же. Можете ознакомиться о них в моем ролике о всех четырех богах мира One Piece. Так вот, когда стало ясно, что Луфи все-таки зуан, я сразу вспомнил про Рамбл Болл и Чоппера. Ведь это анаболик своего рода, созданный зуанщиком для зуанщиков, грубо говоря. Даже когда мой вопрос попал в юбилейный сотый том СБС, он был тесно связан с зуанами и фруктами Смайл. И уже в тот момент Ода дал ответ на то, что любой зуанщик на примере Блэк Марии способен принимать гораздо больше трех дефолтных форм. Давайте заглянем в One Piece Wiki, чтобы начекать четкое определение Рамбл Боллу. Рамбл Болл – это желтые боевые таблетки, созданные Тони Тони Чоппером, для совершенствования дьявольского плода типа зуан. Если человек, имеющий силу дьявольского фрукта типа зуан, съест Рамбл Болл, то на три минуты он получит дополнительные трансформации. Чоппер объясняет это тем, что Рамбл Болл создает волны, которые влияют на частоты, испускаемые дьявольским фруктом. Теперь тут начинается самое интересное. Смотрите, во-первых, у зуанщиков есть три формы. Первая – естественная, вторая – гибридная и третья – полная. Но с помощью Рамбл Болла ты способен открыть кучу дополнительных. Но самое главное на примере Чоппера – это его монстр форма. Чоппер объяснял это тем, что когда он хавает три Рамбл Болла, его начинает распирать изнутри и пробуждается его монстр, которого до таймскипа Чоппер не мог контролировать, и во время этой формы он мог навредить даже своим Накамо. После двухлетних тренировок он спокойно держит эту форму, не теряя рассудок. Но прикол в том, что эта форма не является ни гибридкой, ни полной формой. А выявлена она была именно благодаря Рамбл Боллу, и теперь Чоппер спокойно ее использует как дополнительную сверхформу. Узнав о том, что фрукт Луффи типа зуан, я думаю, очень глупо это не обыгрывать в дальнейшем. И эта идея настолько очевидно напрашивается на свое развитие, что шансов не обставить все именно так сводится практически к нулю. Так вот, поскольку я уже поставил Хату на другое событие, тут, к сожалению, уже мне нечем козырять. Но скажу прямо, я уверен на миллиард процентов, что в будущем Луффи используют на себе Рамбл Боллы с подачки Чоппера в определенно тяжелых ситуациях. Как только станет известно, что фрукт Луффи является зуаном, Чоппер донесет до бестолкового капитана, что вот, есть стероиды, которые помогут в трудный момент. Даже предупредит об опасности, и что больше трех закидывать, естественно, запрещено, без должных тренировок. Луффи, как обычно ничего не поняв, покачает репы, и в тяжелейшей ситуации захавает все три Рамбл Болла и покажет свой шестой гир, основой которого будет его новая неестественная форма. Она будет способна превзойти все гиры до. Прототипом может послужить его Найтмар форма, которую все так любят. Ну, просто скриньте, однажды такое случится, и очень большая вероятность, что шестой гир будет именно на Рамбл Боллах Чоппера. Я никогда подобно Олешке не ору, выдавая чужие идеи за свои, потому что не знаю, когда для овощей Ван Пис стал битвой экстрасенсов, где они меряются количеством угаданных 30 IQ теорий. Но в этом случае мне сразу же пришла в голову идея с Рамбл Боллами, после того, как все потихоньку отошли от первых демонстраций пробуждения. Пока что я нигде не видел замечаний об этом, и на данный момент, думаю, это единственный ролик на эту тему. Позже, думаю, пойдет волна, и будет куча теорий на этот счет. Но еще раз говорю, скриньте, записывайте и выжидайте. В дальнейшем сюжете Зуанщик Луфи заюзает свою монстр-форму, и, возможно, наречет ее шестым гиром. Давайте резюмируем. Итог видео. Луфи, скорее всего, будет иметь в наличии именно 6 гиров. Дальше уже дело навряд ли пойдет. Все с примеров дефолтных коробок передач. Первая передача, то есть гир, это дефолтная обычная форма Луфи. Второй гир, это разгон крови и ускорение своих внутренних рецепторов и реакции. Третий гир, надув костей. Четвертый гир, надув мышц с последующим покрытием их воли и использованием ее всех трех типов. Пятый гир, колоссальное пробуждение мифического Зуана бога Ника и юзанье резины и окружения благодаря абсурдному ведению боя, в кавычках. И шестой, завершающий гир, по моему мнению, будет именно ультимативная монстр-форма Луфи на основе рамбл-боллов Чоппера. Такой вот итог. Пишите комментарии, если заинтересовало это мое замечание. О том, как вы считаете, сможет ли Луфи сразу контролировать свою монстр-форму. Или же он изначально, подобно Чопперу, будет буйствовать не глядя. И потом, в угоду сюжету, чтобы растянуть это на пару глав, как обычно, плавно будет справляться с этим внутренним зверем и по итогу покорит монстр-форму и покажет истинную ульту. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Я давно его запланировал, и вот, наконец, дошли руки, и он выкатывается в тему. Оценивай работу лайком и пиши комментарии по этому поводу. Для многих, я думаю, даже та пасхалка из книги Мандора будет очень невероятно интересным событием, так что жду комментов. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить дальнейшие ролики и быть в ряду первых элитных пиратов флота Анима Мори. Вступайте в Дискорд, пиратская бухта, там уже все идет семимильными шагами. Скоро получим партнерку, дай бог. И, возможно, будет пожизненный максимальный буст сервера. А если имеешь желание и возможность, поддержи канал на бусти, и этим ты сделаешь Анима Морию Счастливее. Ссылки, как обычно, на все будут в закрепленном комментарии под видео. Спасибо всем еще раз за полный просмотр. Покорим же все моря и станем королями вместе. До скорых встреч. Кампай! Субтитры сделал DimaTorzok